если вы сейчас смотрите телевизор программу новый день я уверен что у вас не сильно большая проблема с гаджетами но вдруг у ваших близких такая проблема есть рекомендую посмотреть фильм называется он социальная дилемма там подробно рассказано об этой проблеме и я уверен что какое-то восприятие гаджетов поменяется в вашей семье всем здравствуйте вы смотрите программу новый день сегодня понедельник начало рабочей недели и уже 14 декабря до нового года остается сколько я на 17 до 18 до тематически верным потому что все-таки 1 января наступает много если честно я очень сильно люблю когда на улице где-то говорят до нового года осталось и 100 361 но пока до нового года осталось 18 дней сегодня отмечается не совсем новогодний праздник и не совсем такое скажем популярный 14 декабря отмечается международный день обезьян вы верите в теорию эволюции вы верите что люди от обезьян произошли я верю когда ты сначала говорит что осталось 15 а потом 18 18 18 на самом деле верю что мы произошли от обезьян много же общего посмотреть на меня можете и сразу ты веришь у тебя другое предположить было запрыгни на елку наш я не тяжело не верить откуда обезьян тогда произошли от кого заготовочка это было . ты хочешь нас поймать нет я думаю что мы все от бога произошли вот я так же думаю сейчас но сегодня в программе вас ждет данил недельский который расскажет нам о том же что сулят звезды в день сегодняшний помимо всего прочего мы поиграем в игру new day games ну и конечно же проведем традиционный ликбез в рубрике акцентология а еще сегодня мы покажем первые в ангарске эко-новости которые создали ребята из центра и пишу а пока узнаем как избавиться от понедельничного стресса от уже накопившийся в начале недели усталости в рубрике евгения зимника be happy вы задумывались как можно быстро улучшить настроение то что может эффективно поднять настроение часто не стоит денег и не занимает много времени первое выбирайте оптимизм он добавляет энергию мотивацию меняться достигать цели даже если нет настроения совсем спросите себя что прямо сейчас происходит хорошего далее выйдите на вечернюю пробежку тревожность и стресс исчезают сразу как только вы начинаете заниматься спортом 30 минут бега возле дома наполняет вас энергией так проще убегать от депрессии будьте добрее к себе проще простого попасть в ловушку беспрерывных обвинений и самобичевание старайтесь прощать себе промахи и ошибки помните они могут стать хорошим опытом выпейте чашку кофе или вкусного чая большинство заядлых любителей кофе говорят что счастье наполняет их с первым глотком напитка но и вкусный ароматный чай всегда успокоит и наполнить теплом испортите что-то нет это не призыв к вандализму но некоторым действительно это помогает рвать старые фотографии с бывшими сжигать письма или разрезать ужасно раздражающую футболку это всегда облегчит ваше эмоциональное состояние и освободит накопившуюся злость ну и наконец устроить детокс удалите на некоторое время соцсети вы сразу перестанете читать плохие новости сравнивать себя с людьми на которых подписаны вы больше времени будете проводить с собой и для себя отличного вам начала недели be happy ну что жень спасибо тебе большое очень дельные советы ты даешь нам по понедельникам я думаю что большинство наших телезрителей сто процентов ими пользуются мы с я на конечно же тоже но прямо сейчас я предлагаю посмотреть первые в ангарске эко новости которые подготовили нам активисты любительского канала и пишет тв при поддержке фонда президентских грандов эко новости полностью подготовлены детьми и подростками центра эпишура их эко просвещением занимается журналист и эколог любитель от ольга молгатаева прямо сейчас посмотрим что у них получилось всем привет в эфире эко новости на эпишура тв с вами наталья кузнецова сегодня в выпуске в начале октября в ангарске открылся первый эко-центр подробности в сюжете у ксении подгорной в начале октября в ангарске открылся первый экологический центр это уникальное для нашего города учреждение и подобных ему нет сегодня мы с вами узнаем что это за место и где она находится эко-центр открылся благодаря инициативе экоактивистов города и волонтеров экологической некоммерческой организации эпишура со слов руководителя организации ольги молгатаевой необходимость в таком месте возникла давно поскольку эко созданных ангарчан с каждой акции все больше около двух лет наша экологическая организация проводит экологические акции по раздельному сбору в турсырья на годы мы поняли что ангарчан которые неравнодушны к теме экологии очень много и мы поняли что нам необходимо нам и к активистам необходимо такое место где бы мы могли собираться и проводить мероприятия на различные экологические темы в том числе это могут быть все мастер-классы экологические это могут быть коллекции экосеминары и безусловно акции по раздельному сбору отходов в экоцентре раз в неделю по пятницам проходят экологические акции по приему вторсырья каждую пятницу с пяти до семи любой ангарчанин может сдать стекло пластик макулатуру и металл на переработку а еще вы можете приносить сюда прочитанные ненужные вам книги и оставить их на полочке книговорота чтобы дать книге вторую жизнь и порадовать тому кого она будет нужна теперь вы знаете что такое экоцентр который расположен по адресу 60 квартал дом 21 с вами была подгорная ксения специально для кишура тв что такое вторсырье и куда его можно сдать в ангарске расскажу вам я наталья кузнецова сейчас я вам расскажу что такое вторсырье самое главное что надо запомнить мусор это не мусор автор сырье мы называем отходами или мусором все то что не нужно в доме складываем в мусорное ведро и каждый день выносим на помойку если мы отнесемся более внимательно к тому что складываем в мусорное ведро то большая часть отходов может и должна получить вторую жизнь например в переработку можно отправить бумагу стекло пластик алюминиевые и жестяные банки все вышеперечисленное не мусор автор сырье то есть то что может быть переработано примеру возьмем обычную пластиковую бутылку если вы выбросить ее в урну то она отправится на полигон и будет лежать там целых 300 лет но помните загрязненные отходы не пригодны к переработке все вторсырье необходимо ополоснуть очистить от остатков пищи и снять этикетки со всего пластика ну что же такое маркировка и где ее искать так называемая петля мебиуса есть на каждом виде вторсырья в ней помещены различные цифры и буквы памятку с обозначением можно скачать в интернете но ангарчанам повезло у них есть возможность спасать планету от мусора сдавая вторсырье на наших акциях разделяй с нами ангарск акция разделяй с нами ангарск проходит каждую пятницу 17.00 до 19.00 на ней можно сдать стекло пластик бумагу и металл а также батарейки зубные щетки и диски одежду игрушки мы передадим фонд семьи детям надеюсь что смогла объяснить вам что же такое вторсырье и теперь вы точно знаете что мусор это не мусор мусор это вторсырье о том как подготовить вторсырье к экологической акции разделяй с нами ангарск расскажет иванова марина всем привет с вами иванова марина и сегодня вам расскажу какое вторсырье мы принимаем на наших акциях и как его подготовить к сдаче на наших акциях мы принимаем практически все виды пластика а именно. Упаковка с маркировкой 1. Это бутылки из-под воды или подсолнечного масла. Пластик с маркировкой 2ЛДПЕ. На самом деле он бывает двух видов. Твердое это шампунь и другая бытовая химия. И мягкое это фасовочные пакеты и пакеты майка. Из пластика с маркировкой 4ЛДПЕ делают пакеты из-под молока. Также на наших акциях мы принимаем пластик с маркировкой 5ПП. И он также бывает двух видов. Мягкий, например, пакеты из-под пряников или хлеба. И твердый, стаканчики из-под йогурта или сметаны. Пластик с маркировкой 6ПС часто используется как одноразовые тарелки, стаканчики и вилки. Стоит запомнить, что в составе этого пластика есть такое вещество как стирол и при нагревании он попадает в пищу. Поэтому стоит избегать использовать пластик с маркировкой 6ПС. А теперь о том, как подготовить вторсырье к сдаче. Бутылки нужно сжать и открутить крышечки. Картонные упаковки сложить? Так они не занимают много места. У стеклянных баночек тоже нужно снять крышку и сдать отдельно. Металлические банки мы освобождаем от этикетки и сгибаем. Пожалуй, на этом все. Теперь вы знаете, как правильно сортировать вторсырье. Участвуйте в наших акциях и берегите планету от мусора. И это были все новости на сегодня, о которых мы успели вам рассказать. Сдавайте вторсырье на переработку и берегите планету от мусора. Увидимся в следующем выпуске. Наша рубрика New Day Games. В декабре, согласитесь, не хочется говорить ни о чем другом, кроме как о приближающемся Новом Годе. И сегодня мы поговорим про застолье. Вместе с ребятами обсудим праздничные блюда. Сейчас я буду показывать какое-то зашифрованное блюдо. Вам нужно попробовать его отгадать. Если вы знаете правильный ответ, вы должны громко прокричать. Яна будет кричать тот костюм, который у нее был в детстве. В кого тебя наряжали в садике? Я была злая царевна. Царевна, все, ты кричишь царевна. В принципе, нет, ничего не поменялось. Пусть она кричит злая после. У меня даже костюм есть. Ну, фотка. Вова, ничего не поменялось. Яна как и была злой царевной, так и осталась. А Вова тогда должен кричать добрый шут. Я буду динозавриком. Динозавриком? Да. Ладно, все. Ты кричишь царевна, ты кричишь динозаврик. Да. Все. Итак, первое блюдо зашифрованное. Ксаревна, плов. Плов, конечно же, 3-14 это пи и лов. Это разве праздничное блюдо? Ты сейчас оскорбляешь. Яна, спорно, да? Я вообще люблю плов. С радостью бы ела в Новый год. Ты сейчас оскорбляешь чувства тех людей, у которых плов на любом интервью. За то, что Яну не нравится, мы играем. Просто не ассоциируется. Давай минус бал ей. Ну, конечно. Минус 1-0. Начинаем. Господи. Царевна, Слава Цезарь. Слава Цезарь это не точно ответ. Слава Цезарь с курицей? Царевна. Яна зарабатывает свой балл 0-0. Так, продолжаем. Вот вы хлюзды вообще. Помним кто это? Царевна, калейдоскоп, салат. Динозаврик, винегрет. Вспомните его знаменитую фразу. До свидания. А вы не знаете, кто это? Слушай, фокус-фокус. Ахалай-махалай. И еще. Он всегда говорил, вот ты. Три, два, один. Он всегда говорил, ты рахат лукум моего сердца. А, точно. Ё-моё. Да, он реально так говорил же. Это к Плоу туда. Хорошо. Ему тоже минус 1 за оскорбление Плоу. А? Ага, так же к Плоу туда. Так пренебрежительно рукой еще. Минус 1-0. Яна вновь пытается оскорбить Плоу. Мы засчитываем минус балл. Минус 1-0 получается. Минус 1-0. Продолжаем. Вот хлюз, да. Царевна, это реклама пасты. Паста, да, совершенно верно. Стой, она сказала, что это реклама пасты вообще. Ну, паста. Прозвучало слово, да. А, это паста? Я даже не поняла слово пасты. Ну, 0-0. Но угадала. 0-0, да. Молодец. Пока отгадывает в принципе только Яна. На счет по-прежнему 0-0. Дальше. Так. Что это такое? Что? Вот и говорят. Иди свои вещи, что делай? А, ну, заревна, суши. 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 Я первое сказала. 1-0. 1-0 подзывовый. Да, это суши. Я первое сказала все равно. А не точный ответ посередине Гункана стоят. Ой. Гункан? Минус один ведущему. Минус один Ян. За то, что она поправляет ведущего. Так, дальше. Деваны. Чак-чак, конечно же. 2-0. Это чак-чак. Все узнали Чака Норриса. 2 чак-чака. Кто узнал? Вова узнал. Кто узнал? Вова узнал. Похоже на картошку фри под медом. Хорошо. 2-0. За скребление картошки не будет минус баллов? Хаски и шахматы. Это не корейское блюдо, а американское блюдо. Царевна, хот-дог. Хот-дог, конечно же. А при чем тут шахматы? 2-1. Да, кстати, тоже тот же вопрос. Согласен, не все задания корректные. Вовис, за то, что он сомнился ведущего. Вовис, за то, что ему не нравится, но 1-1. Минус балл, 1-1. Все. Все честно. Дальше. Это Павел Бурай. Царевна, это... А это кто? Картошка-пюре, что ли? Нет. Это Че Гевара. Да. А там кто? Че Гевара и буре. Но, сложи. Че Гевара-буре? Динозаврик. Чебурек. Че-бурек. А, господи. Че Гевара-буре. Так, 2-1 по-прежнему. Че захотелось. 2-1 в пользу Вовы. Я не люблю Чебуреки. Царевна, рисовая подушка. Конечно же, это Оливье. А, причем за подушку. Ты нас балл. Потому что Оливье работает зачастую в новогоднюю ночь как... Подушка. Как подушка. Вот как. Это очень интересно зашифровано. Хитроф. За подмазон плюс 1 будет? Давайте. Хорошо. 2-2. А кому за подмазон? Мне. Классно загадал, смотри как. А, не понял. Дальше. Царевна, позы. Конечно же. Это любимая цифра нашего редактора и ответ позы. Только это число. Дальше. Спасибо Вову за уточнение. Минус балл. 2-1 в пользу Яны. Динозаврик. Да. Пилюля. Люлька. Люля? Люля-кебаб. 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 Ой, как неаппетитно выглядит. Дальше. Вот это очень смешно. Слушай. 2-1 в пользу Вовы. Почему 1-2? Так что у меня было? А, 2-2 значит сейчас. 2-2. Вот это задание очень сложное, но веселое. Кто это? Кто это, друзья? Это, он пел про плод песню. Лоза, что ли? Да. А видите у него косички? То есть он как будто бы девочка. Динозаврик. Да? Это вино Азалия. Нет. Лоза из такое блюдо же? Ну, какое лоза? Царевна лазанья. Лазанья, конечно же. Лазанья. 3-2. Да, у нас закончились задания и Яна победила. Приятного аппетита всем тем, кто сейчас собирается поесть. Яна молодец. Она в очередной раз показала, что она доминирует у нас в программе по всем фронтам. И очередной раз победила этих маленьких люст. Ну, а мы хотим напомнить вам о том, что в нашей программе проходит конкурс красоты «Снежная королева». Пять финалисток будут соревноваться в приготовлении блюд, танцах и многом-многом другом. Следите за конкурсом. В конце декабря мы узнаем, кто же будет самой настоящей «Снежной королевой». Какие ограничения есть по конкурсу? Могут принять участие девушки от 20 до 40 лет. То есть 41 – все? Ну, вообще, мне кажется, можно сделать исключение, если человек очень хочет. Я думаю, отказывать нельзя. А почему не с 18, а с 20? Потому что девушки к 20 годам уже закачивают институт, такие более осмысленные, мне кажется, уже имеют какие-то таланты, такие хобби хорошие. И она очень с любовью так обо всем этом. Да, в общем, Яна вложила частичку своей души в этот конкурс, поэтому, девушки, заряжайтесь. Ну, а генеральный спонсор конкурса «Снежная королева» – это сеть фирменных магазинов «Ямагучи». Это ультратонкие беговые дорожки, товары для путешествий, современные массажеры для тела, а также аксессуары и гаджеты для спорта, красоты и здоровья. «Ямагучи» – это современные технологии, инновационные разработки и высокое качество заботы о вашем доме. Я лежал в таком массажном кресле, это «Ямагучи». Очень круто, прям вообще шикарно. Классно, у них есть тест, можно прийти совершенно бесплатно любому клиенту, который зашел посмотреть ассортимент, лечь в кресло и сделать массаж. И улететь. А мы напоминаем, что по вторникам у нас проходит прямой эфир. Вы можете включить наш канал на 8.30 и поучаствовать в игре New Day Games, выиграть классный подарок от одного из наших партнеров и спонсоров. Ждем вас в 8.30 во вторник. Ну а впереди у нас акцентология. Поехали! С дикого морского брега прилетела к вам сюда повелительница снега, повелительница льда. Нет на белом свете девы, вы запомните одно, краши снежной королевы не найдете никого. Программа «Новый день» объявляет телевизионный конкурс красоты «Снежная королева», участие в котором могут принять девушки от 20 до 40 лет из Ангарска и других городов Иркутской области. Пять финалисток, которые будут отобраны по результатам кастинга, посоревнуются в умении готовить и танцевать, а на финале предстанут в образах сказочных принцесс. Награждение победительниц состоится под Новый год в телекомпании «Актис». Анкету участницы можно скачать на сайте actistv.ru. Подробности на странице программы «Новый день» в Инстаграм. Генеральный спонсор конкурса – сеть фирменных магазинов «Ямагучи». Спонсор конкурса – ювелирная фирма «Изумруд» и галерея высокой парфюмерии. Моностудия эстетики «Сатори», 29-й микрорайон, дом 28. Официальный партнер проекта – страховая компания «Колымская». Ну что ж, дамы и господа, мы продолжаем, и у нас сейчас на очереди рубрика «Акцентология». Сегодня я погоняю ребят по сленговым словечкам, которые можно употреблять в современном мире. Если вам, ну не знаю, 50+, и у вас уже есть дети, которым за 20, то вы смело можете сегодня что-то из этого выучить и потом употреблять в разговоре с ними. Им 100% понравится. Помните, ты как-то быстрый опрос проводил давненько на эту тему, и люди, взрослые, очень забавно отвечали на подобные вещи. Не было такого. Начинаем, ребята, смотрите, что вам нужно сделать. Вам нужно отгадать смысл этого слова. Все очень просто. Хорошо. Первое – по фану. По фану, по приколу. Мне прикольно так сделать, поэтому я так сделала. Ты ответила на один же организм, другим же организм. По фану, по приколу. Я об этом думала, когда отвечала, кстати. Ну, как еще по-другому объяснить? Давай, что у тебя. Не вкладывая какой-то смысл. То есть просто потому, что захотелось. По фану – это значит предначертано судьбой. Или по-другому обязательно должно быть сделано. Ну, короче, типа, когда ты говоришь по фану, это значит 100% это должно быть выполнено. Интересно. Запоминайте. Хорошо. Дальше идем. Отвечаю. Отвечаю – это практически клянусь. Это значит 100% так сделаю. Ну, да, да, верно. Какая мере, я обещаю 100% так сделаю. Да, я уверен в сказанных мной словах. Да, мой перевод. Отвечаю – это значит могу заверить юридически. Типа поставить печать, рост, пись, то вот что-то такое. Вместо подписи написать «Отвечаю». Да, да, да. Идем дальше. На ход ноги. Это значит дать немного денег кому-то. Вот типа, дай мне на ход ноги, ну, вот там двинуться. Ну, имеется в виду еще один слен. Я нахожу. Уже не спокою, она прям включилась. Это значит дай мне немного денег, я разовьюсь и заработаю еще больше, типа вот так. Есть ощущение, что следующую часть вот в такой акцентологии с организмами будет Яна вести, потому что это прям ее сфера. Я думаю, что на ход ноги – это либо карманные деньги, либо деньги на… На карман. Ну, смотрите, вы как бы говорите, но вы по сути то же самое говорите. Ты говоришь, дать денег на ход ноги. На ход ноги-то это что значит? Ну, я говорю развиться, чтобы потом заработать больше. То есть, когда ты просишь, например, у кого-то деньги на ход ноги, это значит, ты просишь деньги на развитие. Да, чтобы потом больше заработать. Я думаю, что на ход ноги – это на карманные расходы, то есть на какие-то дневные нужные… Или на ночные. Давайте теперь переведем это другими словами. На ход ноги – это значит на первое время. То есть, например, и развиться тоже в данном случае подходит. Например, если ты берешь деньги на бизнес какой-то, ты говоришь на ход ноги, то ты берешь на развитие. Если ты школьник, и ты берешь деньги на ход ноги, то ты берешь на… Не на первое время, а навсегда. На обеды, на какие-то такие вещи. Ладно, идем дальше. На Фокси, мое любимое слово. Это значит, первая готовность. Я все, я готов. Так, значит, на Фокси. Женя, ты что думаешь? Я здесь согласен с Яной, мне кажется, она точно подметила. Ну да, совершенно верно. Быть на чеку. На Фокси это значит быть всегда на чеку. Дальше. Свистеть. Это говорить ерунду и делать ерунду. Вести себя неподобающе. Обманывать. Свистеть, обманывать. Это из 2000-х свистеть, обманывать, мне кажется. А сейчас это немного другое слово. В общем, смотрите. Я не настаиваю. Свистеть, это значит делать негативные какие-то действия. В это подходит все. И обманывать, и говорить ерунду, и делать. Давай в контексте попробуем сказать. Ну, очень часто свистеть употребляется на каких-то вечеринках, когда человек начинает из нормального человека переходить в неадекватного человека. Ну вот, это сейчас только смысл. Раньше утречили, разговаривали. Ой, да ладно, свистеть заливает. Да, да, да. Да, это врет. А сейчас ты что, свистишь? Сейчас ты что-то так ведешь. Раньше это... Мне четвертый десяток. Раньше это означало обманывать. Сейчас это значит делать какую-то... Ерунду. Ну, не то, что ерунду. Делать какие-то негативные прямо действия, которые вызывают у людей, ну, типа, что-то... В общем, свистит. Когда человек свистит, это значит крайне негативный. А если человек смешно танцует, он свистит, говорит, ну, он свистит вообще, нет? Нет, это значит, он флексит. Ты чего, Ирина? А, флексит. Дальше, бомба лейла. Это круто, значит. Это из сериала Ольга, мне кажется, популярное слово стало, где бабушка говорила, одной из главных героев, это бомба лейла, типа, это все будет круто, значит. А мне кажется, наоборот, это формат, когда человек нервничает, негодует, переживает. В общем, бомба лейла, это даже... Бомба лейла, оно как бы случается, это оно, оно приходит. И бомба лейла, это, естественно, реакция нормального человека на свист другого человека. А, так вот. В таком контексте будет очень понятно. Дальше идем. Дерибас. Это конфликт, спор. Так. Да, драка, конфликт. В общем, дерибас это апогей вечера, на котором есть два человека, которые свистят. Ну и последнее, ну это очень популярное слово, поэтому если вы его не знаете, то стоит задуматься о своей актуальности. Давайте, ну такое. Ну такое. Тогда я отвечу в твоем формате, что это сторонний наблюдатель за дерибасом оценивает ситуацию и говорит, ну такое. Совершенно верно. Ну такое, это означает, могло бы быть и лучше. В принципе, это можно отнести к нашей сегодняшней акцентологии. Нет, мне кажется, у нас по фану как, правильно? По фану, да. По фану акцентологии. По фану, по фану. На ход ноги тебе дам. Разговор такой со стороны, это будет забавно очень. Ну что ж, как говорится, век живи, век учись. То мы разбираем сленг 90-х, то сленг 2020-х даже, можно сказать, годов. Я думаю, что все-таки полезны мы и той другой категории людей. Это Владимир Быстрых, это Яна Попова, это Женя Зимник, мы на Фокси. А вы? На Флекси. Всем пока. Гороскоп на 14 декабря. Обин. Прекрасный и плодотворный день. Практически все, за что вы не возьметесь, получится у вас на отлично. Телец. Старайтесь быть тактичными и деликатными. От этого будет зависеть развитие событий в предстоящие дни. Близнецы. День сложится довольно удачно. Правда, придется иметь дело с людьми, которые вам не слишком приятны. Рак. День требует осторожности и здравомыслия. Очень легко увлечься мечтами и фантазиями. Лев. Для вас этот день будет связан не столько с решением собственных проблем, сколько с оказанием помощи другим. Дело. Сохраняйте спокойствие. Вам удастся справиться с ситуацией, если вы не утратите хладнокровие и проявите изобретательность. Весы. День принесет немало трудностей. Вам придется собраться с силами. Люди, к которым вы обратитесь за помощью, ответят отказом. Скорпион. Возможны приятные неожиданности и подарки. Получат известие от людей, по которым в последнее время скучали. Стрелец. Хороший день для поездок и смены обстановки. Если вы отправитесь в дорогу с деловыми целями, путешествие будет приятным. Козерог. Будет нелегко. Это напряженный день, требующий сосредоточенности и предельной концентрации внимания. Водолей. Следите за тем, как ведете себя с окружающими. В этот день вам не простят ни высокомерие, ни извительных и колких замечаний. Рыбы. Это не тот день, когда можно быстро достичь поставленных целей или решить вопросы, с которыми не удавалось справиться раньше.